Здравствуйте, уважаемые подписчики! Расскажу об условиях, при которых ребенок может остаться с папой после расторжения брака. Перед тем, как к основной теме перейдем, я должен сказать следующее. По большому счету, да и по малому тоже, цена моей ошибки – проигранный суд. Цена ошибки клиента – проигранный суд. По большому счету есть, ну, наверное, три пути, по которым любой человек стремится решить ту или иную проблему. Путь первый – закрыть глаза на проблему, да, замолчать ее, ничего не делать. Как бы, ну, все как есть останется, да, то есть ничего не изменится абсолютно. Ухудшится? Может, улучшится? Никогда. Минимальный путь, то есть путь, когда ты не хочешь ничего делать. По большому счету, ты, ну, готов лежать на диване и там, например, я не знаю, нанял кого-то, он чего-то делает, вроде как пытается, ты не контролируешь, ты устранился, удалился, нанял плохого, сам ничего делать не хочешь, все подтягиваешь под последний срок, денег у тебя нет, либо есть, но ты сильно жадный даже на себя. Ну, тупой, да? И путь максимальный есть, когда ты выкладываешься на полную катушку. Вот если ты выкладываешься на полную катушку, тратишь деньги, нервы, силы, время, готовишься, как нужно, кого нужно, нанимаешь, трезво смотришь на вещи, и ты получаешь результат. Другого не дано. Каким способом действовать, ошибаться или нет, это всегда выбор каждого из нас, не так ли? Так ли? Поэтому будьте внимательны. А теперь к теме. Значит, на самом деле, практически нет таких условий в нашем законодательстве, чтобы ребенок остался с папой. Особо стоит подчеркнуть, что материальный аспект, когда у папы много денег, он хорошо обеспечен материально. У него там несколько квартир, несколько домов, хороший автомобиль, может быть, не один, большой банковский счет. Это по большому и по малому счету не играет никакой роли. Если мама ребенка адекватная, немного зарабатывающая, но по своим моральным качествам обычная, девушка, женщина, ничего не получится, ничего не выйдет. Чистым юридическим путем, правильно, законно, ничего не сделать. Мнение ребенка о том, например, что он хочет жить с папой, учтено не будет. Оно никогда не учитывается. В законе написано, что с учетом мнения ребенка после 10 лет. Но по факту мнение ребенка для суда не обязательно. Для суда обязательны интересы ребенка. А интересы ребенка, ну, это, извините, жить с мамой, да? Да. Но какие могут быть основания? Какие могут быть основания? Моральные качества. Могут быть? Могут быть. Вопрос не что, а как. Как это подать? Как это доказать? Вот как папе доказать, что у мамы, например, у супруги бывшей, с моральными качествами есть проблемы? Что нужно делать? Это вопрос, который решается в каждой конкретной ситуации с учетом обстоятельств этой самой конкретной ситуации. Состояние здоровья. Вот это аргумент. Если действительно бывшая супруга там имеет какое-то не сильно обычное заболевание, то да. Причем здоровье как физическое, так и психологическое, психическое. Значит, по большому счету, вот моральное качество, состояние здоровья, это самое главное. Самое главное. Под состоянием здоровья немножко можно расширить, ну, как и по моральным качествам, можно расширить, например, алкогольная зависимость. Наркотическое, да? Да. Вопрос не что, а как. Как ты будешь это доказывать? Того, что ты знаешь, недостаточно. Все все знают, все все могут. Вопрос, как ты это докажешь, как ты это подтвердишь. Это самое главное. Суд выигрывает тот, кто сможет доказать. Вот и все. Психическое расстройство? Да. А если не стоит на учете нигде, никогда не обращалась к государственному психотерапевту, или обращалась, но в карточке же всегда можно написать что-то другое, да? Не выполняет родительские обязанности. Как ты будешь доказывать? Как ты будешь это доказывать? Но возможность есть. Всегда можно подумать, как это доказывать. И всегда нужно действовать заблаговременно. Не когда ты развелся, а потом спохватился. Как же я буду доказывать? Ни записи никакой у меня нет, ни аудио, ни свидетельских показаний. Ничего нет. Ну, я вот что-то хочу доказать. Вот это, по большому счету, все. Жестокое обращение. Да. Жестокое обращение с ребенком. Да. Идеальный способ лишить ее родительских прав. Либо ограничить в родительских правах. Но для этого нужны основания. С учетом вышеизложенных обстоятельств. Ну, вот здесь отказ забрать ребенка из больницы, школы, кружковой и других заведений. В теории все красиво. На практике несколько сложнее. Но ничего невозможного нет. По таким категориям споров процент побед в пользу супруга. Но это статистическая погрешность. Однако это есть. Важно, кого вы сможете нанять. Это вопрос всегда расходов. И вопрос правильной стратегии. Правильных доказательств. Которые будут готовы заблаговременно. Но к этому вопросу, решению вопроса о детях в суде, нужно готовиться заблаговременно. Не вскакивать в последний вагон уходящего поезда, как это в нашей русской традиции. Это нужно делать заблаговременно. Но ты видишь, что дело идет к расторжению брака. Сходи, проконсультируйся. У тебя есть время выбрать специалиста. Нанять лучшего из возможных. И тогда, возможно, у тебя появится это окошко шанса решить в адекватном ключе эту проблему. Правильно доказать. Правильно подготовиться. Сделать все заранее, своевременно и как надо. И тогда у тебя будет шанс. Если действовать, как я сказал, минимальными усилиями. Тут посидел, тут полежал, тут сопли вытер и все. И максимум, на что ты способен. Ты ни на что не годен. Но хочешь выиграть суд. Здесь нет волшебства. И юристы не волшебники. Даже самые раскрученные из них. Вот так по щелчку вопрос не решится. Как бы ты ни щелкал этими пальцами. Это не волшебство. Это вопрос большой тяжелой работы. Которая, если будет проделана нужным специалистом и правильно. И в суде все будет правильно подано. И сложатся обстоятельства. То, конечно, да. Результат будет. Если нет, то нет. Такие рекомендации.